Боксерский ринг Боксерский ринг «Боксерский ринг» Боксерский ринг Наверное, поэтому я очень люблю Россию. Мне здесь нравится все. Люди, русская водка, баня. То у каждого героя должен быть геройский головной убор из Советского Союза. Сейчас мы подберем что-то из-за... Фильм «Роки» для меня стал знаковым и всегда им останется. Когда я снимался, я был совсем юным мальчиком. Да я даже не видел до этого камеры. И вдруг первая картина сразу же становится хитом. Мне было очень интересно играть советского боксера. Мне нравилось копировать осанку, выправку и хладнокровность. Естественно, я это запомнил на всю жизнь. Нам приятно встретиться на этом проекте. Спасибо. Очень было приятно познакомиться. В то время шла холодная война, и я чудом нашел несколько фотографий советских офицеров. Когда я их увидел, я сразу понял, каким должен быть мой персонаж Иван Драдом. Удачи, до встречи! На королеве ринга. Я герой Советского Союза. Любой бой нельзя недооценивать соперника, нельзя недооценивать любую опасность, получить травму. Я, в принципе, уже прожил эту жизнь в спорте. Спорт и кино, спорт и искусство – это абсолютно одно и то же. А ты уволен. Работа актера, работа спортсмена – это настолько идентичные вещи. Что? О, боже. В спорте нужно видеть, чувствовать. Так же и в кино. Если ты привык работать до конца, ты будешь работать до конца. Если ты привык выигрывать, ты будешь выигрывать. Ой, черт! Все равно немножко страшновато, конечно, всегда есть стеколь случайности, поэтому недооценивать никого нельзя. Я дал вам пять тысяч. Вы дали 4 900. Я дал вам пять тысяч. 4 900. Пять тысяч. Еще раз попытайтесь меня кинуть, ищите себе другую дуру. Только первое прикосновение, только первый удар. Ты становишься таким зверем, который выживает за счет инстинкта самосохранения. Инстинкта побеждать, выживать в природе, которая нам досталась от предков. Это замечательное чувство. Итак, мы продолжаем. Приветствуйте. Он многие годы был образом русского во всем мире, но никогда не выступал в России. Он называл себя Героем Советского Союза. И сегодня у него есть шанс доказать, что он герой. Голливуд в России. Приветствуйте. Только Герой Советского Союза. Лондон Грэм. А вот этого мы еще никто и не видели. Честно говоря, я еще позавчера не знал, что этот бой состоится. Да, это потрясающе. Он мужик потрясающий, это нам признаться. И человек говорит, что это хорошее. Говорят, очень добрый парень. Да, очень добрый. За счет того, какой он потрясающий мужик, я вообще мужскую красоту не могу оценивать. Но по-моему, мне 47 лет, он хороший. Да, я могу, да. Я поэтому спрашиваю. Я давно живу и могу сказать, что потрясающий мужик. Применит сумасшедшего. А, даже не то, что как выглядит, а вот в глазах что-то такое, в манере поведения. Нет, замечательно просто. Теперь его соперник в этом бою, мальчик из маленького города Сарова, который всегда хотел стать сильным и сталым. А потом он стал чемпионом мира по боям без правил. А потом он стал настоящей кинозвездой. Русский в Голливуде. Олег Токтара! Как он страшен в бою, я видел Токтара. Добился своего? Он шел таким термистом, пойдем, захотел в Голливуд, попал в Голливуд. Он один уехал в Америку, без денег, без связи, без ничего. Я знаю, это потрясающе просто. И пробился там, такая чисто американская сказка. Да, русский медведь, так его и зовут. Да, русский медведь. Спокойный такой, вальянный. Пока бой не начался. Ой, поезд на Тойоту сейчас нашего красавца. Олег! Русский медведь Токтара! Как мы разделимся сейчас? Да, как мы разделимся, значит. Давайте-то я уже, ну, не знаю, как... Все за Олега? Нехорошо, гость все-таки. Ну, давайте я за гостья тогда. Хорошо, вы за гостья. Итак, Алла Пугачева за Дольфа Лундгрена, а мы с вами, наверное, за Олега Токтарова. Ну, ладно, будет так. Дольф Лундгрен, Олег Дангаров, рефери Юрий Копцев, первый раунд! Я слушаю мои комментарии, хорошо? Слушай, мои команды, не бьем ниже пояса, осторожней головой. Я желаю удачи. Гудо лаги. Многое, команды. Мы смотрим эти бои вместе с Аллой Борисовичной Пугачевой. Напоминаю, что информационный спонсор этого проекта Авторадио. Токтаров Лундгрен. 47 лет Лундгрену, 39 Токтарову, 8 лет разницы очень много. Боксер готов. Но форма у обоих, я имею в виду не одежду, а состояние физическое. Не, ну, конечно, Токтаров, это профи такой, что... Я не знаю, просто боюсь, что он сейчас сразу как-то достану в блок, и все. Вы же за Лундгрена, поэтому вы и боитесь. Понимаете? Ну, да. Так, смотрим. Токтаров, он самбист по своей основной специальности, не боксер. Не важно. Потом занимался уже вот ультимейт-файт, вот это то, что дать бои без правила. А Лундгрен каратист, чемпион Европы был по карате. Вы тоже не боксер, посмотрите. Токтаров, конечно, хорошо видит. Ой. Так показывает сразу, кто здесь хозяин в лавке. Да, ну, посмотрите. Подождите, я же колдую, колдую. Давайте, давайте. Самое интересное, что Алла Борисовна написала мне в записочке про прогноз. Кто выиграет третье место, выиграл Журавлев. Кто выиграет первое, я не скажу, у меня бумажка здесь лежит. Но прогнозы на этот бой не дала. А давайте, Галл. А давайте. Пишите вот здесь. Смех ради-то. Вот там, вот здесь. Яблоков, пожалуйста. Пока Алла Борисовна пишет. Лундгрен готовит атаку с дистанции. Тактаров все видит. Легко видит, уходит, уклоняется. Легок очень на ногах. Написали, спасибо. Но написали. Расписались? Не расписались. Не расписались. Чтобы не вести потом ответственности. Смотрим. Лундгрен, вроде бы, колоссальное преимущество в росте. Длиннющие руки. Но он совершенно не работает с дистанцией. Попробует выдать. А вблизи против Тактарова делать нечего. Не очень чувствует дистанцию, Тольф. Вот так вот, медленно. Так, пытается проверить. Достать длинным левым джебом. Тактаров все видит легко. Отклоняется, видите, на ногах. Спокойно, очень экономно двигается Россия. Очень экономно. Да, как кошка с мышкой. Практически. Если не кошка с мышкой, скажем, как опытный кот с котенком. Лундгрен может победить только через случайно. Я думаю, что вес Лундгрена хорошо за 100 килограммов. И если попадет один раз, это всегда лучше. Александр Носик, ваше впечатление от первого раунда какое? На мой взгляд, Олег сейчас точнее. И он точно уже в бою. А Дольфу еще не хватает. Он немножко не раскрылся. Он не разогрет. Не разогрелся. Пьер, что вы думаете? Я думаю, так же. Татар очень собран, уверен в себе, мне кажется. И у меня симпатия к нему, поскольку он был у нас в гостях. А, был у нас в гостях. Наталья, ваше ощущение? Я могу сказать сначала, что Олег профессиональный спортсмен, а Дольф профессиональный актер. И по тактике Олег сильнее. Лучше двигается, да. А вы знаете, меня удивил даже Дольф. Я считал, что он только актер. Но так он на ринге держится, в общем, вполне-вполне. И еще неизвестно, что будет. Я бы не стал пока оставить деньги на чью-то сторону. Итак, ждем. И так, я считаю, что еще рано предсказывает. Все говорят, да, Дольф актер, а вот Олег настоящий спортсмен. Как говорится, подождем, подождем. Я не уверен, что это будет так. Я бы не стал класть деньги на чью-то сторону, это точно. Вдох сделай, Олег, глубокий. Обязательно глубокий вдох сделай. Я такое предчувствую, что Лунгрен должен где-то сорваться, да. В третьем-четвертом должен как-то такой найти удар, типа фука какого-то такого. Вот. Боковой. Да, он непрофессиональный, поэтому непредсказуемый, так сказать. Да, хорошо. Поскользнулся. Тактаров поскользнулся. Напоминаю вам, это спешил ивент. Специальный бой. Подарок зрителям. В день финала короля ринга. Тактаров против Лунгрена. Русский медведь против Ивана Драга, если хотите. Киночные образы. Тактаров так напоминает Лунгрену, что он умеет бить очень здорово по туловищу, по корпусу, короткими боковыми ударами, сбивая дыхание. Ну, Дольф это уже почувствовал наверняка. У него в арсенале не так много приемов, но так длинный левый прямой он четко знает. И повторяю, если попадет за 100 килограммов весом мужик, неприятно. Хотя Тактаров умеет держать удары, но все-таки столько лет в боях без правил, но бьют страшно. Да, но здесь-то правило. Без правило. Посмотрим еще. Я говорю, очень непредсказуемый. Сторожи головой. Тем более за Болею, за Дольфу. Да, тем более вы здесь написали, кто-то видит, кто-то боялся. Автограф. Ох, сильный какой боковой. Он выдержал. Стоит, да, стоит прилично. Тактаров так обозначил, действительно. Копцев, рефери, как надо, кличить все по-английски, чтобы оба понимали. Тактаров, ну, блин, правило в Америке. Да. Лунгрен должен идти в роль. В роль, как следует. Вопрос. Ну что ж, я считаю, что Лунгрен вполне приличный держится, хотя получает по корпусу довольно много ударов. Не так ли? Вот эти вот джебы, джебы, джебы слева, они проходят. Он пропускает удары в корпус, а Олег пропускает иногда удар левый прямой в голову Дольфа. Он доходит. Говорит, это с печалью какой-то. Ну, с печалью, потому что... Я бы хотела, конечно, чтобы они намного быстрее доходили, немножко побыстрее, да, активнее. Ну, я согласен, но я считаю, что здесь они просто еще смотрят... Прощупывают друг друга? Да, да, да. И рано сказать так вы... Рано сказать. Так, Александр. Дольф просыпается, и мне это нравится. Главное, чтобы он почувствовал себя быстрее уютно на ринге и стал пользоваться теми качествами, которые являются преимуществами по отношению к... Итак, вспомним, будет он Иван Драгой или... Ну, я не буду говорить. Итак, следующий раунд. Орально, Орально, ближе, ближе. Олег, давай, Олег! До скорого, давай! Блестящий. Ты прекрасно выжил. Нет, девчонки. Ну, конечно, это Доктаров. Доктаров, а за кого болеет Епифанцев? Володя, ты выжил? Да, 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 мне вообще не больно, мама не переживает. Вот. Я боюсь за Олега, потому что он с детства мой кумир, я видел все его бои, это просто герой. Но ты был молодец сегодня, поздравляем тебя, это было круто. А рядом со мной Андрей Малахов, ну, практически четвертый участник группы «Блестящие». Блестящие, да. Я за Олега Доктаров, мы занимаемся в одном спортзале, я считаю, что это матч Россия-США, поэтому мы за Россию. Принадлежность по гражданству. третий раунд мы с Аллой Пугачевой смотрим третий раунд боя Тактаров Лундгрен ну давай Лундгрен Тактаров наш мужик сильно переживет знаете я страшно уважаю Идольфа, Игоря Лифанова, которому 53 года который вышел участвовать в проекте Карлоринга просто заставить себя в этом просто быть в форме, тренироваться и потом выйти и биться это многого стоит не говорите мне про этот форум, потому что я и спорт это вещи совершенно несовместимы ну почему вы тогда так тонко понимаете бокс, я вот чего понять не могу откуда, это видимо вот ясновидение ваше да, на уровне интуиции, так скажем, не будем называть это ясновидением, это слишком жирно так, мы немножко отлиплись, тем временем Лундгрен решил попробовать удар правый с дистанции вот такой длинный боковой, о чем и говорил Алла Пугачева и кстати говоря, это неожиданность для Тактарова, судя по всему я думаю, что все здесь решит третий раунд для меня неожиданно, что Тактаров голову не бережет, видя, что он гораздо ниже, в принципе, Лундгрен значит, опускает где-то руки, значит, чувствует, что удары не очень сильные вряд ли он так бы дал себя бить спокойно это у нас третий раунд, это третий раунд, еще концовка этого, еще два раунда и после этого финальный главный бой запашный Дятлов, ох, это будет зрелище, Тактаров опять по корпусу, левый, правый, левый да, спокойно красавец, он настоящий шведский красавец, Аполлон практически ну что, никакого явного преимущества у Олега нет, я бы сказал я могу сказать, что у них хорошая выносливость, во-первых, во-вторых, Дольф не так просто сдастся Олегу и надо еще побороться Олегу для того, чтобы выиграть да, это точно, Пьер, у вас ощущение какое? ну, мне кажется, что здесь уже Дольф уже понимает, что он может что он может выиграть? да, 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 ну, не выиграть, но что? на равных да, не так страшно, и он начинает идти период, и я начинаю волноваться, честно а вы начинаете волноваться? да, 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 я волнуюсь я думаю, что взрыв у каждого впереди, оба-оба соперника, еще пока себя сдерживают они еще, держи, 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 сюрприз они готовы к гораздо большему, и этот взрыв можно оттягивать ну, один явно в ближнем бою а другой держит на дистанции а тут, вот, если Дольф четко почувствует эту дистанцию, будет держать тогда у него больше шансов, как бы, да, удержаться и выиграть на мысль он может выиграть, ты даже считаете, да? на дистанции, если будет работать да, тут выигрывает техника кто-то сказал, что это матч СССР-США, или там Россия-США это не так, это матч Лундгрен-Тартаков да, или Токтаров вот такой матч следующий раунд Ирину Олегрову часто спрашивают Ирина Александровна, а почему вы свою дочь не пускаете на сцену? почему она не поет? потому что она боксирует, да? вообще боксирует, да вообще она меня приобщила к боксу ну, мне кажется, что она боксирует лучше, чем Лундгрен вы думаете? да здесь рядом со мной Виктория Дайнека которая ведет программу, посвященную солдатам похож Лундгрен на солдата? настоящий солдат просто настоящий полковник вот, забирайте девчонки, вы любите таких, как Лундгрен? а? а вот и Елена Захарова Леночка, вы такая тонкая, чувствительная девушка за кого болеть? за Лундгрена почему? он же не наш вы знаете, но мне почему-то его стало как-то жалко я не знала, за кого болеть нам жалко Лундгрена Лундгрена еще разбирается, как его жалеть очень или не очень четвертый раунд вот Тахтаров с дистанции начинает отдохнув начинает уже бить проверять Лундгрена разница в росте его даже не смущает он быстро сокращает дистанцию может он так с такой хитринкой что к пятому раунду готовится? может быть может быть посмотрим пятый раунд будет скоро мне кажется, что Тахтаров бережет силу вот как легко видите, уходит доль, бросается вперед Олег так коротко ответил опять уходит ему 39 и есть, конечно, немножко лишнего веса у Олега но в целом он в отличной форме вот сейчас, смотрите Тольф очень опасно выбрасывал левую прямую но Тахтаров увидел и тут же резко уклонился аккуратно ближний бой всегда опасность особенно есть разница разница в росте есть опасность травмировать соперника ударом головы движением головы опять Гюру Лундгрен готовит удар и не проводит да для них вот что-то не солидно, что они так все обнимаются одному из них все-таки 47 что такое 47? вы меня обижаете в моей почти 60 это вообще ваши 22 должны просто более жестко требовать от мужиков я и 70 не боюсь мужик вот они начали работать вот они услышали наши слова да, да, да в 47 лет только начинается да спасибо последние 10 секунд четвертого раунда чей раунд очень хорошая, очень хорошая атака серийную по корпусу проводит Тахтаров чей раунд, чей раунд, чей раунд ну чей? я думаю равный равный раунд да равный 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 значит все решается в пятом как вы думаете? я думаю, что если бы Олег переводил из корпуса удары в голову так то было бы намного лучше но если бы он перевел в голову, то Лундгрен бы упал а вы думаете, он специально не переводит голову? ну не знаю, мне кажется опасно я думаю, что даже не хватает агрессии для Олега, как я думал так? да, я думаю, что он будет больше агрессивнее он пассивный, мне кажется он такой пассивный русский медведь, а не активный русский медведь отсутствие агрессии может быть даже и хорошо потому что они все равно показывают хороший бокс достойный двух мужчин тем более, что один все-таки профессионал, другой актер с разницей в возрасте и это достойно, красиво и, ребята, какая выносливость мы-то дрались по три раунда они дерутся уже сейчас в четвертый я могу десять ну и потом это все слова на самом деле это вызывает безумное уважение безумное уважение ну что, это мировые звезды на ринге которые, так сказать, показывают характер и очень важно, что действительно бой не между странами это бой между двумя мужчинами ну конечно, ну а как же ну конечно достойно, если я видела да, достойно абсолютно ну что ж, посмотрим этот пятый раунд не знаю, где ваши симпатии ничего не подсказываю ну разумеется, большинство за своего так или иначе а я за кого не скажу до следующего раунда великолепный матч который сводит звезд голливудского кинематографа вот здесь, в Москве на сцене программы Король ринга и Светлана Мастеркова чемпионка красавица и просто удивительная девушка болеет за кого? я болею за Олега и мы все болеем за Олега тебе не кажется, что он бережет лицо? я думаю, что он бережет Лундгрину он бережет даешь лицо Лундгрину он бережет ему репутацию мы ему подарим новое лицо после сегодняшней программы Король ринга вы знаете, Лундгрин собирается сниматься в русском кино поэтому лицо ему еще пригодится Болкины-то разошлись в конце концов пятый раунд решающий этого почти равного боя но равного не по росту и не по возрасту Бундгрин старший ну вот вот лучше да, да пошел 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 бить по толщине но лицо действительно бережет да может ли сейчас Гольф что-то ответить ему важно удержать соперника на дистанции но как это сделать? это так просто на словах здесь советы давать как его остановить когда Тахтаров резко, мгновенно сокращает дистанции и тут же бьет по туловищу ну, Гольф работай, работай иди сам начинай работать сам не жди горячий шведский парень давай уже разойдись разозлись он не злой он такой да, ну он спокойный добрый парень а потом иди попади разозлиться-то можно надо же еще попасть чтобы соперник позволил а если вдруг попадет? минута последняя последняя минута держит просто оба устали что решат судьи? конечно, я думаю они решат преимущество Тахтарова если ничего не произойдет в эти последние 30 секунд нет, Дольф устал он реально устал это видно по движению особенно правой руки он вроде бы бьет но не идет не летит кулак надо разорвать дистанцию и вразмен удар в ближнем бою не в пользу Лунгрена нужно разорвать дистанцию и работать издали Тахтарова нет, Тахтарова легко ныряет он видит задумки соперника последние 10 секунд ну что, Алла Борисовна? да ну что? ну, честно говоря мне не понравилось этот бой мне не понравился почему? как профессиональный бой это никакой как просто шоу тоже никакое ребята, честно говоря в ничью сыграли ну подождем хорошо, подождем уважаю ваш мнение ждем вы знаете, здесь да, вы знаете вот Алле Борисовне не понравился а вот здесь в студии зааплодировали после боя что вы аплодировали? это, Саша мужество и упорство двух мужиков красивых хороших настоящих мужиков Пьер и мы знаем что такое держать да именно там когда люди смотрят это совсем другое а мы знаем что такое бокс быть там, да? да, и поэтому выйти уже это победа это Наталья, у вас прогноз вы знаете я бы дала ничью потому что ребята достойно хорошо хорошо побоксировали я молчу но я на самом деле я знаю по идее по очкам кто выиграл ну сейчас и вы узнаете Россия, 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 Россия дорогие друзья в этом бою боковые судьи решили так боковой Калинкин 48-47 тактаров боковые Горстков и Пучков 50-46 и победитель этого боя единогласно Олег тактар но я бы аплодировал только за то что он выдержал пять раунгов вроде страшного русского медведя да, да, да вы согласны со мной? да, хотя можете проверить а что, могу я показывать бумажку с подписью Пугачевой пожалуйста можете посмотреть если хотите вот она вот у меня в руках я держусь если хотите покажете тактаров и Пучков и Алла Борисовна она предугадала итак, дорогие друзья мы только что стали свидетелями сумасшедшего боя потому что впервые легенда видеосалонов Советского Союза против звезды боев без правил и голливудского актера Олега Токтарова сначала несколько слов победителю он прилетел сюда 13 часов полета не побоялся человеку 49 лет в прекрасной физической форме но у него живот меньше чем мой смотри как вы просто Дольф Лунгрен аплодисменты Дольф Лунгрен вы видите как я его поднял а сейчас я подниму вас ну-ка все вместе Дольф Лунгрен Дольф Лунгрен Олег Олег у меня вопрос Олег извини вопрос скажи ты когда был юным ты смотрел Рокки 4 открою секрет перед каждыми соревнованиями это помогало мне настраиваться если я не посмотрел я чувствовал что я могу проиграть я себя неуверенно чувствовал ну а теперь вопрос Дольфу помоги нам перевести пожалуйста Олег ты же говоришь по-английски великолепно Дольф я знаю что ты собрался сниматься в русском кино после этого боя ты не ты не передумал Дольф мы знаем что ты хочешь работать в русских фильмах после этого боя ты не изменил ты не изменил я люблю Россию я люблю люди это был отличный бой это был отличный это был отличный красиво любит российских людей любит работа актера в общем классно все получилось классная работа итак внимание теперь после этого боя я уверен только в одном перед нами два отличных русских актера Дольф и Олег you are Russian yes welcome back boy